КОЛОДЫ ФУЛЬТОНС ОКТОУБЕ Вот такие вот карты выиграл пользователь с ником TheDharma8 и по итогам конкурса лучший комментатор за октябрь. И этот пользователь согласился, дал свое добро на то, чтобы мы с вами посмотрели этот обзор. Поэтому TheDharma8 отдельное тебе спасибо за это. Ну что же, не будем тянуть время, перейдем и посмотрим. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим мы с вами на эту колоду, которая называется ФУЛЬТОНС ОКТОУБЕ. Ну, правильнее, наверное, будет сказать все-таки просто октябрь. Почему ФУЛЬТОНС? Ну, есть такой человек по имени Брэд ФУЛЬТОН. Он является арт-директором у Дэна и Дэйва, у этих близнецов известных фокусников. И эта колода является как бы его творением. Плюс к этому, к этой колоде, свою руку приложил также и Стивен Ноубл, это иллюстратор из команды Дэна и Дэйва. Колода эта была выпущена именно к Хэллоуину. Собственно, тематика этой колоды Хэллоуин, поэтому мы здесь можем видеть всяких скелетов, привидения, тут вот тыквы. В общем, все то, что является как бы олицетворением Хэллоуина. Собственно, поэтому колоду и назвали «Октябрь». Как бы Хэллоуин, как известно, празднуется в конце октября, видимо, из-за этого. Коробочка у нас имеет такой серый цвет. Коробка такая матовая, кстати, она не глянцевая. Шершавенькая такая поверхность. Тиснение здесь есть, то есть, всякие надписи, они продавлены и пальцами хорошо чувствуются. Здесь изображение, собственно, вот этих вот привидений, скелетов, тыкв, летучих мышей, ну и луны, конечно же. Снизу такая вот оградочка, наверное, как на могилах. Здесь у нас написано «The Dan and Dave Playing Card Company Hollywood». Ну, короче, карточная компания Дэна и Дэйва. Здесь произведено Брэдом Фултоном иллюстратор Стив Мобл. Ну, то есть, что я как бы сейчас и говорил. На обратной стороне у нас изображено то же самое. Что ж, давайте откроем рубашечку. Рубашечку, коробочку. Здесь вот на язычке у нас такие вот две летучих мыши, которые шпарят на фоне луны. Когда мы открываем коробку, у нас встречают вот такие вот черепушки. И что первая такая прикольная особенность, которая мне понравилась в этой колоде, так это то, что там внутри целая картина нарисована. То есть, там ведьма летит на метле, скелеты какие-то пляшут, там что-то тыква улыбается, стоит. Здесь вот вороны всякие на фоне луны. В общем, скелеты вон какие-то там висят, дома. Ну, в общем, блин, классная коробка внутри. Прям вообще молодцы ребята, постарались. Так, вот такая вот у нас коробчонка. Так, теперь, что у нас здесь есть? Ну, первым делом, конечно же, здесь у нас идут две такие вот карточки. Рекламные, да. Здесь написано «Фултон Акстолба», первое издание, первая печать. Продюсер Дэн и Дэйв, дизайнер Баррет Фултон, иллюстратор Стив Нобел. Ну, и здесь какие-то надписи идут. Ну, здесь как бы просто рекламная карта Дэна и Дэйва. Такие вот, видите, ДД сделаны в виде таких вот косточек сложенных в виде двух букв. Итак, первым делом, конечно же, как обычно, давайте посмотрим на Джокеров и на Пикового Туза. Джокеры у нас здесь выполнены вот такими вот скелетонами, в которых оторвались руки, ноги, головы. Ну, хотя нет, ноги не оторвались. Ноги пока что на месте. Вот. Оторвалась голова и рука. Кисть. Кисть, точнее. Вот такой прикольный Джокер. Никаких отличий здесь, кстати, нет. Они оба идентичные. Далее. Как обычно, Туз Пик. Туз Пик выполнен вот таким вот интересным. То есть, смотрите, у нас здесь как бы очертания Пиковой Масти, да. И стоят два таких скелетончика прикольных с большими черепами. Сами мелкие. Снизу ДД, как бы Дэн Дэйв, да. Плейнг Карт Компани. Голливуд. Вот такой вот Туз Пик. Сразу давайте на рубашечку посмотрим. То есть, на рубашке у нас изображено такое что-то вроде напоминающая гроб. В нем лежат такие черепа. Там луна. Рядом с которой летят летучие мыши, да. И вот эти вот узоры такие сделанные вокруг. Ну, как-то мне сразу про оградку подумалось. Сверху у нас вот такая вот надпись какая-то здесь. Буква Ф. Ну, это, наверное, означает, что Фультон. И вот такие вот скелеты с тыквами на голове. С одной стороны. С другой стороны просто скелет без тыквы. Здесь как бы все то же самое. Вот такая вот у нас рубашечка у этой колоды. Итак, с рубашечкой разобрались. Теперь давайте посмотрим сами карты. Индексы немножечко отличаются своим шрифтом. То есть, в сравнении со стандартными индексами, которые мы видим на байсиклах стандартах, да, на всяких этих стандартных картах нам привычных, индексы немножечко отличаются. Итак, вот таким вот образом выглядит у нас пиковый валет. Это такой скелетон в моднявом драном прикиде. Также он продолжает держать этот какой-то там какой-то листок. Шляпа с пером. Вот такая вот у нас здесь красавица дама Пик. Я просто влюбился с первого взгляда, когда я ее увидел, особенно в ее роскошную улыбку. Вот такой вот у нас здесь король. Такой прикольный чувак, скелет в цилиндре, в драном пиджаке. И такая вот сала у него на трости сидит. Здесь красные цвета немножечко затемнены. То есть, насколько мы помним, да, там у нас стандартные цвета красные. Ну, например, если сравнивать с колодой байсикл стандарт, они более светлые. Здесь колода чуть затемнена. То есть, здесь шрифты все те же самые. Снова точно такой же валет. Валет здесь, кстати, вальты здесь, по-моему, одинаковые. Точно такая же дама. Точно такой же король. И опять точно такой же король. Обратите внимание, рисунки те же самые. Точно такая же дама. Точно такой же валет. Тузы выполнены точно так же. Единственное, что червовый король отличается от остальных королей. Он выполнен в виде такого вот чувака. С мечом, который сам себе череп протыкает. Тоже в пиджаке, в драном. Рубаха, гаврюха, цилиндр на голове. Дама такая же. Валет тоже такой же. Ну и туз. Друзья, колода прикольная. Отличается она, как вы заметили, только красными цветами. Изображениями шрифтов. Изображениями старших карт. В общем, кардинально отличается от всех нам привычных. Давайте я вам сейчас покажу сравнение с классическими картами. К примеру, семерка Буби. Обратите внимание, здесь на классическом варианте цвет ярче. Здесь он более затемнен. Это я на байсиклых скулах показываю. Здесь цвет ярче, здесь затемнен. То есть эта колода как бы кардинально отличается от всех нам привычных колод. То есть шрифт изменен, цвет затемнен. Вальты, дамы, короли, все другое. В общем, прикольная колода. Советую вам ее приобрести. Что касается ее качеств. Ну, карты как бы классные. Дэн и Дэйв как бы славятся своими картами. Тасуются они нормально. Карты вроде они даже потоньше, чем стандартные карты байсикл. Поэтому исполняется с ними все хорошо. Верятся хорошо. Все делается нормально. Ленты также раскладываются нормально. Ну, собственно, неудивительно. В общем, друзья мои, если вы являетесь фанатом каких-нибудь мистических карт. И вам близок вот этот вот антураж всяких черепов, могил, скелетов и так далее. То вот, пожалуйста, вам на рассмотрение карты Фултонос Октоба. Советую вам все-таки присмотреться к ним. Картишки такие прикольные. Выполняется с ними все очень хорошо. Ну, что ж, друзья. На связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. Ну, как обычно, тем, кто заинтересовался этими картами, ссылку на покупку в проверенных магазинах я оставлю в описании к видео. Поэтому переходите, покупайте и будет вам счастье. Ну, что ж, на связи был Куликов Сергей. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok